Существует множество мнений относительно того, какое питание при грудном кормлении является наилучшим для кормящей матери и малыша. Советы даются самые разнообразные, а порой прямо противоположные. Где-то строго-настрого советуют отказаться от таких вредных и опасных продуктов, как огурцы, кофе, чеснок, а где-то наоборот призывают защищать кроху чесноком от инфекций. Как поступать, кого слушать, кто прав. Вариантов два. Вы можете провести долгие часы в интернете, пытаясь сопоставить разразненные мнения и вычленить разумную информацию. А можете посмотреть это видео и довериться многолетнему опыту специалистов нашего центра, а сэкономленное время потратить на заботу о своем малыше. Вот основные моменты по питанию кормящей матери. Первое. Не надо есть за двоих. Во время беременности женский организм накапливает полезные вещества для будущего ребенка. Жировые запасы откладываются в области бедер, живота и предплечий. После родов кормящие женщины, как правило, возвращаются к привычному весу либо ближе к концу первого, либо на втором году жизни малыша. Кормящей матери достаточно добавить в суточный рацион второй легкий ужин. Не доводите себя до голода и жажды, но помните, важно не количество пищи, а ее качество. Если питание при этом будет разнообразным, полезных веществ хватит и маме, и ребенку. Второе. Бедное молоко. Такого в природе не бывает. Природа позаботилась о том, чтобы новорожденные младенцы имели шанс выжить. Поэтому ни бедного, ни плохого молока не бывает. Мамы умудрялись выкармливать своих новорожденных детей даже во время войны, когда не то что витаминов, куска хлеба лишнего не было. А население голодающих стран Африки растет, как на дрожжах. Даже если питание кормящей матери будет недостаточно полноценным, малыш все равно получит все необходимое для роста и развития за счет ресурсов женского организма. А вот у кормящей мамы при этом могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому рациональное сбалансированное питание при грудном кормлении – это прежде всего вопрос охраны здоровья женщины после родов. Материнское молоко хорошо для ребенка всегда. Поэтому, сталкиваясь с рекламой добавок, якобы которые улучшают качество или увеличивают количество молока у кормящих грудью женщины, знайте, это обман. Третье. Ешьте как раньше. Всю беременность малыш питался теми же продуктами, что ели вы, и ваши пищевые привычки ему давно и хорошо знакомы. После родов продолжайте придерживаться привычного рациона и режима питания, при условии, конечно, что в целом вы едите здоровую пищу. Для остальных беременность и первые годы жизни малыша – это хороший повод пересмотреть свое меню. Если у членов вашей семьи есть склонность к аллергии, начиная с 20 недели беременности, ограничьте употребление молочных продуктов, орехов, яиц, грибов и морепродуктов. Специалисты рекомендуют питаться дробно небольшими порциями по 5-6 раз в день. При этом желательно, чтобы на завтрак и обед приходилось по одной трети всех суточных калорий, а последняя треть была разделена между вторым завтраком и ужином. В течение дня допускается два дополнительных легких перекуса – овощи, фрукты. Чем разнообразнее будет ваше питание, тем больше пользы принесет ребенку грудное кормление и тем меньше будет риск развития укрохи аллергии. Зарубежные врачи вообще рекомендуют есть каждый продукт не чаще 2-3 раза в неделю. Четвертое. Вы просто не умеете его готовить. Желательно отдавать предпочтение качественной здоровой пищи с минимумом химических добавок, а также сезонным продуктом, так как в них содержится наибольшее количество витаминов и питательных веществ. А чтобы эти вещества сохранить, пищу надо уметь правильно приготовить. Варите и тушите продукты только при закрытой крышке, так в них сохраняется больше витаминов. Идеально использовать для этого мультиварки и пароварки. Воду после отварной гречки, риса, картофеля и т.д. используйте в качестве бульона для супов, основы для соусов, они богаты витаминами и минералами. Пятое. Питание кормящей матери обязано быть сбалансированы. В сутки кормящая мама производит приблизительно 1 литр молока, и на это у нее отходит от 600 до 900 килокалорий, 14 граммов белка, 35 граммов жира и 70 граммов углеводов. Белки – это строительный материал для маленького организма плюс его иммунная защита. Правильные белки содержатся в нежирном мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Жиры улучшают работу печени, способствуют лучшей усвояемости многих витаминов. Самые полезные жиры содержатся в морской рыбе и растительных маслах. Углеводы – это энергия, которая идет на обеспечение всех функций организма, в том числе на выработку молока. Много безопасных углеводов в зелени, свежих фруктах и овощах, ягодах, кашах, хлебе из муки грубого помола. Не переедайте сладкого, богатого на быстрые углеводы, сахара, торты, пирожные, варенье. Это приведет к критическому снижению уровня белка в крови и, как следствие, частым простудным заболеваниям и задержке развития вашего малыша. Если очень хочется сладкого, отдайте предпочтение нездобному печенью, пастиле, мюсли и сухофруктам. И попробуйте ввести в свой рацион больше белковых продуктов. Иногда, если родничок у малыша зарастает слишком быстро, маме советуют отказаться от кальций, содержащих продуктов. Это в корне неверная рекомендация. Скорость закрытия родничка – это признак наследственной, и от питания кормящей матери практически не зависит. Шестое. Какие продукты могут вызвать у ребенка аллергию? Материнское молоко вырабатывается в грудных железах из компонентов плазмы крови, поэтому вещества из съеденной женщины пищи могут проникать в кровь, а оттуда в грудное молоко. И действительно вызывать негативную реакцию, но только у того ребенка, который предрасположен к аллергии, причем к аллергии именно на этот продукт. В природе не существует ни одного продукта, который бы вызывал аллергическую реакцию у всех подряд детей. Например, у нас апельсины считаются сильными аллергенами, а в Испании они рекомендованы к прикорму, начиная с раннего возраста. В Италии кормящие женщины боятся цветной капусты, чечевицы и красного перца, а в Индии наоборот, маму грудничков на них налегают. Иногда дети реагируют даже на не одиночные продукты, а на их сочетание. Например, гречку и грибы по отдельности переносят хорошо, а приготовленные вместе не выносят. У одной и той же мамы разные дети могут по-разному реагировать на одни и те же продукты. Если составить список продуктов, которые наиболее часто, но далеко не всегда вызывают аллергию у грудничков в наших широтах, то они будут выглядеть так. Цитрусовые и экзотические фрукты, кеви, ананасы, клубника, малина, облепиха и другие ярко окрашенные ягоды и фрукты. Кофе, какао, шоколад, мед, орехи, молоко и молочные продукты. Белок и глютен, содержащиеся во всех злаках, за исключением риса, гречки и кукурузы. Особенно много его пшеницы. Другие белковые продукты – яйца, птица, рыба, соя и другие бобовые. Различные травы, входящие в состав чаев – молочай, пижма, боярышник. Но это еще не повод от них отказываться, при условии, конечно, что у вас самой и близких родственников малыша нет аллергии на данный продукт. Во-первых, ваш ребенок может прекрасно их воспринимать. Во-вторых, чем с большим количеством продуктов-аллергенов малыш познакомится через мамино молоко, тем проще ему будет потом употреблять их в пищу напрямую. А вот продуктами с пищевыми добавками, консервантами, красителями, усилителями вкуса следует избегать в любом случае. Сосиски и газировка не принесут пользы ни вам, не малышу. Также, разумеется, питание кормящей матери исключает крепкий алкоголь. Считается, что лук и чеснок изменяют вкус и запах материнского молока, из-за чего малыш может отказаться от груди. Эти продукты действительно влияют на пищевые свойства молока, только к драматическим последствиям это не приводит, даже наоборот. Исследования, проведенные в Великобритании, показали, что большинство детей любят резкий запах чеснока, и заряженное им молоко пьют гораздо охотнее. А в некоторых районах Индии чеснок вообще считается обязательным условием успешного грудного кормления. Как избежать аллергии при грудном кормлении? Просто внимательно присматривайтесь к своему малышу. Если у крохи покраснели щеки, усилились газики, стала сухой кожа на локтях и коленях, подумайте, какой продукт из съеденных вами недавно мог стать тому причиной, и откажитесь от него как минимум на две недели, а лучше на месяц. После этого срока можно осторожно попробовать снова вести его в свое питание. Седьмое. Сколько пить кормящей матери? Столько, сколько хочется. Молока в организме матери всегда будет столько, сколько нужно ребенку. Но если за 15 минут до кормления выпить любой горячей жидкости, то в организме повысится уровень окситоцина, что вызовет прилив молока. Не нужно насильно вливать в себя жидкость, но не нужно и совсем от нее отказываться, даже если у вас много молока, которое распирает грудь. Повторим еще раз, молоко вырабатывается в организме в оптимальном количестве, а вот дефицит жидкости у кормящей грудью женщины может привести к обезвоживанию ее организма. Восьмое. Что делать, если у ребенка появилась аллергия? Необходимо понимать, что кожные высыпания у ребенка могут возникать по самым разным причинам – из-за средств детской гигиены, стирального порошка, пыли, шерсти домашнего животного. Если это все-таки пищевая аллергия, просто на 2-4 недели исключите продукт-аллерген из своего питания. Что делать, если у малыша газики и зеленый стул? Если мама ест газообразующие продукты, но сама при этом метеоризмом не страдает, то вряд ли малыш негативно откликнется на эти продукты. Зеленый стул чаще всего указывает на то, что мама слишком часто перекладывает ребенка от одной груди к другой, не давая ему добраться до жирного, хорошо усваивающегося заднего молока. А переднее молоко богато лактозой, с которой маленький организм пока еще не может до конца справиться, вот и начинаются нелады с пищеварения. Давайте малышу возможность опустошить одну грудь и лишь потом перекладывайте его к другой. Девятое. Диеты и грудное кормление. Многим женщинам удается успешно сбросить набранный вес в процессе кормления грудью, однако если вы решили сесть на диету, важно учитывать следующую важную информацию. Начинать худеть нужно не раньше, чем через 2 месяца после родов. Отсутствие полноценного питания может привести к острой нехватке в организме витаминов А, Д, В6 и В12, которые отвечают за умственное и физическое развитие малыша. Частый побочный эффект диеты – это упадок сил. Вы не сможете давать ребенку столько внимания и заботы, сколько ему необходимо. Худеть надо плавно, максимум на 450 граммов в неделю, иначе накопленные в жировых клетках токсины будут в большом количестве поступать в кровь, а значит и в грудное молоко.